Я все равно убрала огород. Одной рукой упираюсь, другой тяпала и копала картошечку. Жительница Шушенского Клавдия Николаевна Гупала – труженица тыла и инвалид второй группы. Сегодня на ее приусадебном участке в центре поселка непривычно много гостей. Ребят этих хозяйка дома пока не знает по именам, но через несколько минут общения подростки услышат в свой адрес слова благодарности. Ну вот, видишь, молодцы. Ну, теперь я дровами запаслась. Все поделали, молодцы какие. Спасибо, что не забываете. Волонтеры из добровольческой бригады, что организовано при управлении социальной защитой населения, готовят к зиме огород, отпиливают сухие ветки плодовых деревьев, приводят в порядок кусты смородины и малины и убираются в теплицы. Для пятерых крепких подростков задача несложная. И расстаются они с Клавдией Николаевной добрыми друзьями, заверяя, что при необходимости с удовольствием помогут ей по хозяйству, когда потребуется. Помощь ветеранам, труженикам тыла и людям с ограниченными возможностями стала лишь частью множества мероприятий краевого марафона добрых дел. Наш район активно подключился к проекту. Добровольческая акция началась во всех сельских территориях 12 октября. За неделю волонтеры уделили внимание не только пожилым людям и инвалидам, но и братьям меньшим. Самые юные добровольцы участвовали в установке кормушек для зимующих птиц. В Шушенских скверах прошли настоящие субботники. К уборке листвы подключились местные жители и работники учреждений. Музыканты из районного центра культуры прервали свои репетиции, чтобы поучаствовать в акции. Но важнейший день марафона все же тот, когда помощь юных земляков получают ветераны. И джинские школьники, вооружившись необходимым инвентарем, идут к дому 84-летней Ираиды Александровны. Необходимо убрать хозяйственный мусор у ворот, почистить двор и палисадник. Хозяйка отмечает, что юные помощники взяли на дни шефства несколько лет назад. Вот они у меня года четыре, наверное, палисадника, что дед живой был. Палисадник, пришли школьники, загородили все путем. Мне нравится это. Я прямо благодарю их. Главы сельских поселений также подключились к марафону добрых дел, выделив грузовой транспорт в помощь тимуровцам. У каждого такого отряда есть взрослые руководители вдохновительно-трудовые подвиги. Чаще всего это школьный педагог, для которого важен воспитательный аспект подобных акций. Этим дети учатся уважать, во-первых, старшее поколение, помогать старшему поколению, ну и жалеть старшее поколение. На этих работах, я думаю, что этому всему они учатся. Одиноким пожилым людям нужно помогать, потому что без чувствами все-таки оставаться нельзя. В это же самое время юные сезинцы собрались, чтобы помочь своей пожилой односельчанке Зинаиде Никифоровне. Как утверждают координаторы акции, официально объявленная добровольческая неделя не единственная, когда все нуждающиеся могут получить помощь волонтеров. Есть горячая линия, которую нам обзванивают бабушки и просят так называемую тимуровскую помощь. И у нас есть тимуровский отряд, наш актив школьный, который потом распределяет, кому куда идти. В этой команде большинство девчонок, которые готовы с лопатами в руках утеплить дом и сделать другую несложную работу. Многоуважаемые сверстники, и не только. Все подростки, не подростки, дети, даже взрослые. Помогайте пожилым людям, ведь в будущем это может как раз вам так же обернуться. Вы будете какими-нибудь пожилыми и вам будут помогать. Ксения Соковикова, Сергей Ковалев, Алексей Кавторев. Программа «Южный горизонт».